Я же, собственно, помимо того, что я являюсь операционным директором, одна из задач этого фонда это инвестиции в наукоемкие молодые компании на ранней стадии жизненного цикла. То есть это где-то на уровне лаборатории, вот выходили в лабораторию или пойдете в нее, примерно на такой стадии, где уже можно оценить, что получится из этой разработки, из этой технологии или нет. Ну, помимо всего, в принципе, я являюсь и партнером этого фонда. Вот, ладно, давайте перейдем, скажем так, меня очень сильно просили рассказать, как, собственно, я пришел к тому, что занимаюсь венчурными инвестициями. Можно их классифицировать как пассивные инвестиции. Чуть подробнее я вам расскажу позже, что такое пассив, что такое венчур. Моя карьера, собственно, развивалась достаточно простым образом. Я закончил высшую школу экономики и по, скажем так, рекомендации коллег деканата, устроился работать в некую организацию, Международный фонд технологии инвестиций, который является, собственно, можно сказать, некой пародией пассивного фонда, пассивного инвестиционного фонда. Они ездили по России, искали разных разработчиков, в том числе и в МГУ, у них есть проекты с МГУшными профессорами. Вот. И, собственно, я подключился туда на стажировку, а потом остался там в штате работать. Вот. Ну, это что касается инвестиций. Вот. В принципе, у меня был собственный бизнес уже в институте, там, на втором курсе. Вот. Ну, это моя такая первая проба пера. В 2008 году я продал свой бизнес, там, за небольшие деньги, потому что наступил кризис в IT-индустрии и, собственно, программное обеспечение, которое мы продавали, покупать перестали. Вот. И я решил переквалифицироваться на инновации. В общем, не зря я это сделал. Вот. Одна из компаний, которой я активно занимался, это вот компания-лаборатория АВК. АВК – это инициалы, имя, фамилия, отчество разработчика главного. Александр Владимирович Коржаневский. Вот. Он из Института Котельникова Российской Академии Наук. Он изобрел очень интересную разработку, там, на основе методов томографии, которая позволяет, не открывая бутылочку, определить, опасная там жидкость или нет. Вы, там, если летали за границу, то вот сейчас, наверное, слышали, что ввели опять запрет на пронос всяких жидкостей. Мы с этой проблемой работали, ну, очень долго, вот, и я знаю в корне проблему. Мы, в принципе, внутри, внутри России мы эту проблему с помощью этой технологии решили. Мы создали прибор, который позволяет сотрудникам службы безопасности, не открывая бутылку, определить, там, опасная там жидкость или нет. Опасность, она бывает либо пожароопасная, либо взрывоопасная. Это очень удобный девайс, который, с одной стороны, очень понятный для кого, а с другой стороны, очень сложно внедряемый на рынок. Нам понадобилось где-то два года, чтобы преодолеть разного рода различные административные барьеры. Например, чтобы что-то продать в аэропорт, в любой, нужно, чтобы этот продукт был, ну, скажем, помимо обычной сертификации, да, чтобы он был прописан в федеральных авиационных правилах. Это целый гигантский свод бюрократических документов. Чтобы туда попасть, мы проделали кучу разных легальных махинаций абсолютно с этой нормативной документацией, и, вроде как, этот процесс завершился успешно. Я лично продавал этот прибор в более чем 30 аэропортов России, в Шреметьево, в Домодедово и в разные другие. На фотографии, видите, наш президент даже воспользовался девайсом. Я надеюсь, он понял, как он работает. Я остался доволен. Собственно, этот же прибор покупают сегодня в МВД, патрульно-постовые службы, которые проверяют различные оставленные на остановках неизвестные жидкостили на вокзалах, что чаще бывает. Следующая разработка, с чем я столкнулся и активно принимал участие, это компания Пирохимика. Тоже был найден интересный разработчик, у него была технология микрокапсулирования разных видов жидких и изообразных веществ. И такие микрокапсулы, они не наноразмеры, они где-то там, ну до 10 микрон примерно. Они позволяют сохранить, условно говоря, они позволяют сохранить свойства этого вещества, которое микрокапсулируется, на длительное время. Например, мы думали-думали, как это применять. Я лично был одним из первых стажеров, который занимался так называемой области технологическим маркетингом. Я искал, а куда ее можно вообще применить, потому что там были и биомедицинские цели, были и пожарные цели, были там, ну еще целый ряд. В итоге мы решили начать с пожаробезопасности и с помощью свойств микрокапсул мы смогли сделать такие, не по поводу этого слова, самые маленькие огнетушители в мире. То есть, если вы знаете до сих пор, то огнетушитель такая, ну, большая бандура, которая там, условно говоря, ее там включаешь, она там 10 секунд распыляет пену, например, и все, и заканчивается. И эта процедура, она требует именно, ну, персонала, чтобы им пользоваться. То есть, без персонала в автономном режиме огнетушитель не работает. Мы сделали такой огнетушитель, который реагирует на температуру в объеме. Например, у вас есть розетка. В розетке бывает замыкание. Замыкание приводит к тому, что температура в розетке резко растет, там, до 100 градусов и выше. Вот, наши микрокапсулы, мы смогли сделать их так, чтобы они при температуре 90 градусов лопались. А в микрокапсулы мы упаковали там специальный газ огнетушащий, ну, так скажем, из класс антипиренов, так называемые газы, который поступает в реакцию с горением и приводит к тому, что очаг угаснет. В общем-то, на наш взгляд, это была революционная вещь. Столько много применений, там, и электрощиты, и кабель-каналы, и потолочные подкрытия. Если вы помните, такой был известный в Перми пожар в клубе «Хромая лошадь», что ли он назывался. Очень много людей погибло там, вот. И там причина пожара была та, что, каким-то образом, в связи с праздником, огонь попал на, там, межпотолочные, понимаете, какие-то там материалы, там, стекловата, что ли, я не помню. Она так легко воспламенялась. В принципе, если обработать эту стекловату хотя бы сверху, там, краской на основе наших микрокапсул, то возгорания не может быть, в принципе, потому что она автоматически потухнет, потому что микрокапсул сработает. И, видите, применений очень много, но мы эту разработку двигали очень долго, и до сих пор двигаем, и вот через МЧС у нас там Шойгу выступала, Сергей Кожугевич выступал по телевизору, и, скажем так, ему очень нравится то, что мы делаем. Но, тем не менее, при всей, скажем так, лоббистской поддержке, ну, правильной лоббистской поддержке, уже без нее и такие инновации вообще, сложно двигать, очень сложно двигать. Мы, там, работали над изменением СНИПов, над изменением всяких разной нормативной пожарной документации, чтобы, там, спустя полтора года первый продукт мог быть реально закуплен для, там, цели МЧС или для целей пожарной безопасности в обычные здания, в школы, в больницы, в дома, Господи, где вы живете даже. Вот, и это был такой, скажем так, ну, некий еще один вызов для нас. И, в принципе, сейчас я могу сказать, что вот я, я лично, например, совершал первые продажи этих вот пиростикеров, это маленькие такие вот настройки микрокапсул, ну, венчаной с визитную карточку примерно, клеится в электрощиток и, в принципе, обеспечивают безопасность, там, 15 кубических дециметров. Я лично делал первые продажи за границу, в Южную Корею, я продал, там, ну, достаточно много, я помню, там, несколько коробок, я помню. Сейчас дела у компании очень хорошо, вот, и они уже, там, фантазируют на тему разных, множества других продуктов на основе этой технологии. Дальше, ну, вот этот проект, он тоже вот к этой компании относится, к которой я, собственно, отправлялся на стажировку, где я остался на длительное время. Я до сих пор с этой компанией дружу, я там, в совете директоров этой компании. Это интересный девайс, опять же, он такой, в области безопасности. Просто, ну, компания, она, в итоге, из всех технологий выбрала те, которые каким-то образом относятся к безопасности. И, на самом деле, это, ну, оптимизировало их ресурсы в плане лоббизма, затрат, ну, и немножко производство тоже оптимизировало. Все-таки синергетический эффект некий есть, когда занимаешься в одной сфере. Эта разработка позволяет вам, ну, например, как обычным потребителям в аэропорту, не снимать обувь и не ставить ее на ленту интроскопа. Потому что эта проблема, она гигантская, ну, в частности, в авиационном секторе. Аэропорты терпят достаточно большие убытки, потому что для них, чем дольше вы стоите вот в этой вот в очереди досмотра, тем больше, по сути, затрат у аэропорта. Больше денег они тратят на этот обслуживающий персонал, больше этого персонала они нанимают, меньше пассажиропоток этого аэропорта. В общем, это для них, ну, это проблема. И, в общем, во всем мире стоит задача, в том числе там я там активно слежу за тем, что ставит транспортный департамент США, какие задачи по технологиям он ставит. Ну, вот. И эта задача там вообще одна из там топовых задач. Пока вообще вот я слежу за всеми тестированиями таких продуктов в мире, кто что делает. Это крупные компании достаточно делают. Пока ни одной разработки, ну, ни одна разработка не прошла от тестирования в США. В этом вот ведущем департаменте там, транспорт, security administration, что-то там называется. Вот это говорит о том, что тема очень горячая, сложно сделать. И здесь удалось применить технологию томографии вот того профессора Горжаневского, о котором я вначале сказал. Но немножко технологию развернуть в сторону от жидкости, в сторону твердых тел. Вот. И были показаны очень интересные результаты. Удалось сделать прибор, который детектирует там, ну, не конкретно, что у вас там, что вы там в подошву поместили, в пятку там, алмаз или наркотики там, или какую-нибудь отратиловую шашку там, не знаю, все что угодно. Он позволяет в принципе детектировать, есть ли у вас инородное включение в обувь или нет. Собственно, потому что подошва вашей обуви, даже женской с каблуками, она вся, по сути, однородна. То есть там, если пятка, она сделана из одного материала, если сама подошва тоже из одного материала, там, кожа, резина, ну, не важно что, пластик какой-то. И здесь были показаны с очень большой вероятностью правдивости результаты того, того, что там в 99,3,9% случаев продукт показывает правильный результат. Там были проведены многочисленные тесты, в том числе в Домодедово, ну, по участию МВД и ФСБ. И, в общем-то, наш вот прототип, он всем очень нравится. Эта компания, она является участником Сколково. Эта компания первые свои прототипы уже поставила в Сочи, они работали. В общем, я вижу, что здесь очень большое будущее. Я, в принципе, продолжаю с ними сотрудничать. Вот. Что касается там моих личных проектов, то вот проект IT-Energer, который у меня с профессором МГУ, ну, он, скажем так, он больше относится к Российской академии наук, вот, но там, у них здесь есть базовая кафедра МГУшная в Черноголовке. Это проект из области энергетики. Это проект по водо-воздушным топливным элементам. Я не знаю, кто-то слышал вообще про топливные элементы или нет. Может быть, в прессе кто-то читал, что сейчас вот автомобили собираются потихонечку переводить на топливные элементы. Кто-то читал вообще? Если кто-то читал, поднимите руки просто. Ну да, немного. Не следите за прессой. Ну, ничего. Все впереди. В общем, тут задача такая. Мы здесь не выходим на автомобильный рынок, но, по принципу, действие очень простое. Электрохимическое устройство похоже на, ну, можно сказать так, сопоставимое с литий-ионной батареей. Только оно потребляет не запасенную энергию, а оно потребляет водород, который в процессе электрохимической реакции на катализаторе разлагается. На выходе мы получаем электричество и чистую воду, как конденсат. Все, собственно, никаких там выбросов СО2. Эта технология бесшумная. Эта технология, скажем так, не вибрирует. То есть там для источников тока, в принципе, для замены дизельных генераторов, она там крайне экологична. То есть, в принципе, это биотехнология. Водородная энергетика – это биотехнология. И здесь коллегам из Черноголовки, и у меня там еще один основатель, фаундер, он из МЭИ, Московский энергетический институт, им удалось сделать три ключевые вещи, которые, если посмотреть на всю мировую отрасль топливных элементов, где-то 50 компаний, может быть, 60 активно занимаются R&D, неокром, вот по этой теме. Это очень горячая тема. Сейчас про применение я скажу, и вы поймете, почему она горячая. Этим коллегам удалось сделать следующую вещь. Во-первых, главная проблема всего этого сектора – это очень дорогая технология. Сусловно говоря, один киловатт мощности стоит 10 тысяч долларов, например. Это, на самом деле, сумасшедшие деньги по сравнению с литий-ионными аккумуляторами сегодня. Это экономически неэффективно покупать. Ему удалось значительно сократить использование благородного металла, то есть платина в этом катализаторе топливного элемента. Им удалось сделать такой топливный элемент, который потребляет более грязный водород, а чем грязнее водород, тем дешевле. Потому что сам по себе водород, его в природе нет, его получают несколькими способами, в том числе электролизом воды, например. Им удалось сделать так, что можно тратить меньше ресурсов, сделать водород более грязным, и топливный элемент его съест, и это никак не повлияет на качество работы. И третье, что им удалось сделать, ключевое для российских условий, это сделать топливный элемент, который работает без дополнительного увлажнения. Все сегодняшние топливные элементы работают. Им нужна вода, чтобы увлажнять мембрану, не вдаваясь в детали. Наш топливный элемент обладает самой увлажняющейся мембраной. Это позволяет топливному элементу работать при отрицательных температурах. Вода просто не будет замерзать в топливном элементе. И это для российских условий очень важно. Приведу пример беспилотников. Мы сейчас работаем над тем, чтобы заменить литий-ионную батарею в беспилотном летательном самолете. Для разных целей. Пограничные цели, цели просто наблюдения, геодезия, картография. Куча целей, где используются беспилотные летательные аппараты. В разведке используются. Куча абсолютно. Замена литий-ионного аккумулятора на топливный элемент позволяет при тех же массогабаритах ему лететь не два часа, как на литий, а восемь. Это для беспилотных летательных аппаратов вообще очень критичный показатель. Потому что два часа для разведывательных целей, их вообще нельзя использовать. А дизельный двигатель туда не поместишь, потому что он оставляет на небе тепловое пятно, он шумит, его засечь не составляет никакого труда. Другим спецслужбам, например. Плюс он портит окружающую среду и все вытекающие. Поэтому на примере беспилотника, я могу сказать, мы сейчас заключили контракт с одной из организаций внутри Ростехнологий, которая делает эти беспилотные летательные аппараты. Не буду говорить пока какой. Мы для них уже сделали. Сейчас собираемся в Гамбург на выставку по топливным элементам. В этой компании мне удалось этих людей собрать. Какая была моя функция? Мне удалось их собрать, мне удалось прописать сопоставимые цели, мне удалось привлечь финансирование под этот проект. Это тоже участник Сколково. Мы получили грант первый. Я продолжаю фандрейзинг. Мы получили деньги от частного фонда небольшого. Мы продолжаем искать деньги на следующей стадии, чтобы завершить разработки и запустить производство. Вот такие текущие цели. Потому что потребителей есть, их много. И в военном секторе, и в частном секторе. Потребителей много. Это что касается моего стартапа небольшого. Что касается фонда. Теперь я поясню немножко, что такое фонд. Фонд создан, чтобы в такие проекты инвестировать. Вот такие проекты, как AT Energy, такие проекты, как Ратиопластина, любые другие проекты, в том числе проекты вашего прошлого лектора, который здесь был. Фонды отличаются по стадии инвестирования. В основном сегодня в России есть проблема. Есть много денег очень. Но инвесторы все крайне консервативные. То есть они не готовы вкладываться в проекты на ранней стадии. Потому что чем раньше стадии, тем больше риски. И текущая политическая и экономическая конъюнктура. Большинство инвесторов просто говорит, что не надо вкладываться в рисковые активы. Вложись в недвижимость. Купи квартиру где-нибудь или дом. Коттеджный поселок сделай. Это понятная сфера инвестиций. Она уже существует сотню лет. Там, да, доходность. Риск же обратно пропускает доходность. Естественно, в недвижимости доходность понятная. Она может быть не всегда очень большая, но понятная. В фонде же доходность может быть отрицательная. То есть можно инвестировать все деньги в минус. Все потратить, ничего не получить. Либо она может быть баснословная. Она может быть абсолютно баснословная. Я вам сейчас расскажу на примере той компании, в которую инвестировала наша команда 2,5 года назад. Что такое высокодоходные инвестиции и как это работает. Наш фонд, он пассивной. Он инвестирует на самые рисковые стадии этих венчурных проектов. У нас пока там, условно говоря, мы еще находимся в стадии фандрейзинга. Фандрейзинг это некий процесс собирания денег у частных инвесторов. Частные инвесторы это могут быть либо состоятельные люди, либо какие-то корпорации. Любые. Любые. Государственные корпорации, частные, неважно где. Любые, кто, собственно, готов в такое вкладывать. Мы инвестируем в основном в компании русские. Но у нас команда международная. Я сейчас вам на следующем слайде покажу. И мы также будем инвестировать в Соединенные Штаты. Потому что нам очень важно завязать крепкие отношения с западными фондами. У нас венчурная индустрия, чтобы вы просто понимали, она работает буквально 7-10 лет максимум. У них эта индустрия работает уже 60 лет примерно. То есть у них абсолютно другой уровень вообще понимания разработок, понимания бизнеса. Как на этом делаются деньги? Деньги, чтобы вы понимали, делаются, условно говоря, просто делаются. Ты вкладываешь 100 рублей в компанию. Твоя доля через 3 года возрастает в 100 раз. Если ты еще вложил, у тебя 1000 умножь на сколько у тебя в ВИЧ. Собственно, вроде бы все просто. Вложил – получил. Но на практике, конечно, все капельку сложнее. Значит, про партнеров фонда. Так, сейчас, секунду, секунду, секунду. Давайте про партнеров я расскажу, а потом вернемся. Партнеры Дэниел Колберт – это очень интересный товарищ, венчурный капиталист. Он был ученым, у него есть множество патентов по наноиндустрии. Он в свое время возглавлял целый институт энергетики США. Он же сделал компанию с одним из нобелевских лауреатов по нанотрубкам. У него огромный опыт работы в таких венчурных фондах, как наш, в Штатах, и большие результаты. Семь компаний выведены, ну, проданы фондом, проинвестированы и проданы фондом с хорошей доходностью. Часть компаний даже вышла на IPO. Есть такие продажи компаниям Adidas, Basf, ну, таким крупным игрокам. Второй человек в фонде – это Влад Свиблов. Это, скажем так, человек, который пришел из девелопмента и решил рискнуть, скажем так, поработать на венчурном рынке. Ну, по сути, что значит в России поработать? Он стал основателем этого, сооснователем этого вообще венчурного рынка. Поскольку игроков мало, и здесь мы все учимся, все вместе. То есть, по сути, основал венчурный рынок, создав два года назад с половиной фонд Farsight Ventures. Я в этом фонде тоже поработал с ним вместе. Какое-то время мы сделали ряд сделок. Farsight Ventures сегодня переключился… Ну, не знаю, кто-то знает из вас вообще Farsight Ventures? Наверное, кто-то знает, да? Сегодня Farsight Ventures переключился на инвестиции в интернет. А мы решили продолжать инвестиции в индустриальные технологии и решили сделать новый фонд. Поскольку именно сделка в индустриальной технологии принесла Владу наибольший доход на вложенные деньги. Соответственно, и инвестиции IT-шные тоже очень хорошие. То есть, условно говоря, за прошлый год было сделано два выхода. Выход для венчурного инвестора – это продажа при инвестированной компании. Кому-то еще инвестору в следующей стадии, либо стратегическому инвестору, либо кому угодно. Продажа с плюсом. То есть, условно говоря, продать и на этом заработать. С учетом падающей стоимости денег, с учетом инфляции, с учетом закладываемых инвесторами уровня доходности в начале становления фонда. То есть, это были неплохие сделки, очень неплохие сделки. Возвращаемся сегодня. Вот, собственно, на этом слайде – это текущая ситуация в России, в этом секторе. В секторе инвестиций высокотехнологичной компании. По сути, SID там написано сверху – это пассивная стадия. Называется по-американски SID инвестиции, так скажем. И все, что после этой инвестиции – более поздних стадий. На этой стадии компании уже сформированы, у них уже есть продукты, у них уже есть продажи. То есть, они уже генерят какой-то кэш. То есть, скорее всего, они вышли на безубыточность или уже в прибыль даже. На этой стадии в России, вот вы видите, эти цветные значки инвестируют большое количество фондов. Но проблема в том, что, чтобы дойти русским компаниям до этой стадии, им нужна поддержка на более ранней. Они же не смогут вырастить компанию, если нет денег на ранней стадии. Денег и плюс там, на самом деле, кроме денег, у фонда гигантская помощь компании. То есть, это и связи, это и контакты, это и поиск персонала в эту компанию. Потому что, ну вот мы собрали ученых. Ученые не способны вести бизнес. 99% ученых не способны вести бизнес, чтобы вы понимали. Им нужны профессиональные менеджеры. Ученые, они очень интересные люди в общении, но они редко осознают, что такое дедлайн. Поставили по проекту дедлайн. У него дедлайн – это некая бездна. Ну, просто я из опыта говорю. Это некая бездна, которая там, пока вот ты его там не пнешь, ну, там, без грубых выражений. Но пока ты скажешь, все, давай, там, где результат, он там может еще год делать свой R&D, неокор, там, ему просто нравится. Он просто нравится, он управит своей лабораторией, там, ему процесс важнее, чем результат. Нам, инвесторам или там управляющим, я тут в двух тут ролях выступаю, нам важен результат. Все, что он делает, нам, конечно, мы уважаем это, но нам, мы вкладываем деньги, мы хотим вернуть деньги с прибыли. Поэтому на стадии СИД в индустриальных технологиях, я не беру интернет, в интернете сейчас уже достаточно много хороших инвесторов, ну, или, так скажем, достаточно сильных. В индустриальных технологиях, это в энергетике, в био направлении, там вообще всех игроков по пальцам пересчитать. В основном это государственные деньги. Государственные деньги, к сожалению, не обладают высокой степенью эффективности. Потому что государственные деньги получать очень долго, вот я получал грант Сколковый год. По-хорошему можно было получить грант за месяц, я получил год. За этот год, а, конкуренты обгонят нашу технологию, за этот год команда может разбежаться, потому что нет денег, что они будут сидеть, у них альтернативные варианты есть. И прочие факторы риска. И мы решили на этом фоне сделать фонд, который инвестирует на очень рисковые ранние стадии, небольшие деньги, там до 500 тысяч долларов. Чтобы вы понимали, по объему инвестиций, там СИЦ стадия, в принципе, это до 500, до 800 тысяч долларов, примерно вот так. Ну или меньше, конечно. То есть, в следующей стадии, это уже миллион и выше. От миллиона до, ну так скажем, до пяти. Ну как-то вот в таком, примерно, соотношении. Бывает и больше сделки, конечно, бывает, исключения есть. Поэтому вот функция этого фонда, ну мы видим ее как и социальную функцию некоторую для рынка. Потому что мы видим, что, а, в России есть хорошие технологии. Я по своему опыту скажу, что в основном хорошие технологии есть в Российской академии наук. И в крупных вузах, типа МГУ, там, и еще ряда других, там не буду говорить каких. В остальном, конечно, вузовская наука, к сожалению, немножко просела. Вот. Поэтому мы все знаем, со всеми разговариваем, общаемся, но понимаем, что там, знаем, куда нам ходить. Вот. Так, секундочку. Так, вот, значит, в какие сферы мы инвестируем? Как я уже сказал, вот наш фонд вот этот, он инвестирует в сферу энергосбережения, накопления энергии, ну, водородная тематика, новые материалы, в том числе вот в проекты по нефтегазопереработке. Это, как бы, ну, мы не покупаем баррель нефти, там, не подаем его, нет. Мы вкладываем в технологии, там, направленные на более энергоэффективную добычу нефти или более энергоэффективную переработку, более дешевые. То есть вот процессы технологических, технологические процессы нас интересуют. В том числе переработка отходов, что касается, там, клиентека, там, очистка воды. То есть такие темы, которые, с одной стороны, их можно применить в России, найти в России первый рынок для этих проектов. Но, с другой стороны, они и в мире будут себя чувствовать эти проекты очень сильно. Потому что, вот, там, потребность, там, в, например, очистке воды, она гигантская в мире. То есть там пол мира находится, там, в большой зависимости от пресной воды, например. Есть страны, у которых вообще нет пресной воды. Там, там, арабский, там, бассейн. То есть, или там новые материалы, или там нефть. Нефть и газ мы взяли, потому что это очень сильный рынок в России. В России, конечно, много делается большой акцент. И, на наш взгляд, будет достаточно легко потом нашу компанию проинвестированную продать в России. Русским НПЗ, русским всяким монополистам в той или иной ресурсной сфере. Мы не хотим инвестировать в солнце, ветер, биотопливо. Ну, мы не хотим инвестировать, я честно скажу. Как бы Петр, наш организатор, не любил биотопливо, вот этот фонд именно, он не инвестирует в биотопливо. Почему? Объясню. В принципе, вот технологии солнечной и ветреной энергетики, вы, наверное, слышите много там про всякие фотовольтайка, эти солнечные панели, ветер. Эти технологии, они уже, в принципе, по стадии своего, скажем так, уровня зрелости технологии, они уже перешли, ну, большинство из них перешли этап нашего фонда. То есть это уже технологии, это уже большие компании, которые ставят свои солнечные батареи, ставят ветряки, собирают электроэнергию, продают ее в сеть. То есть здесь мы не видим большой перспективы в этих секторах, что мы их проанализировали. Ну, и плюс в России солнце, скажем так, уровень солнечного света в России достаточно низок. То есть в России инвестировать в солнце не очень интересно. По ветру есть, там, есть варианты, есть некоторые регионы, где есть хороший ветер, но это, опять же, не наша стадия. Это должны инвестировать крупные компании, там, Русгидро, там, тоже, не знаю, там, какие-нибудь энергетические Россети, ну, любые другие. Немножко. Биотопливо мы не понимаем, потому что это хорошая сфера, но для России она не актуальна. Мы сидим на нефтяной и газовой игле и очень большой в этой сфере лоббизм. Мы видим, что мы просто не вытащим, скорее всего, проект. Ну, очень сложно будет вытащить его. В России как первый шаг. Если нам придет из Штатов такой проект, мы, конечно, посмотрим. Но они по биотопливу проекты зачастую очень капиталоемкие. И мы, опять же, не уложимся в наш мандат. Ну, мандат фонда – это правило инвестирования фонда. Называется мандат. Вот в эти, там, до 500-800 тысяч долларов, наверное, мы не уместимся. Скорее того, что очень капиталоемкий бизнес. Вот. Так. Дальше. По команду сказали. Вот вкратце здесь инвестиции команды фонда и выходы. Вы видите, что там, условно говоря, из известных. Вот одна компания была опродана Колбертом Байеру. Значит, две компании – это уже при Владе Свиблой Farsight Ventures сделал очень, ну, неплохие инвестиции очень. И компания РРТ, которая из индустрии, вот то, что я обещал вам сказать, это из индустрии нефтепереработки, сделали питерские ученые. Очень интересный проект. Мы туда очень удачно проинвестировали в свое время. Вот. Ну, чуть позже. В общем, чтобы вы понимали, хочется вам рассказать вообще, ну, процесс. Как происходит вообще процесс инвестиций. Потому что, ну, с одной стороны, там, выбрал компанию, проинвестировал. Ну, все просто. Два этапа. Но мы тут немножко строим процедуры. Наша задача, там, максимально снизить риск инвестиций. Потому что, если мы проинвестируем не туда, мы потеряем все. То есть все деньги, там, все 20 миллионов, которые мы вот собираем, мы все потеряем. Это нас не устраивает, мы как управляющие фонда. Вот. Вот. Мы... Что мы делаем? Мы сначала выстраиваем неким образом поток сделок. То есть мы... Мы много кого знаем. Сколковские стартапы. Российская академия наук. Частные предприниматели. То есть у нас везде сети. Мы получаем информацию с кучей источников. Дальше, когда приходит некое описание проекта, мы делаем грубый фильтр. Первичный скрининг. Где, по понятным критериям, в том числе, мандат фонда, направление инвестиций, объем инвестиций, команда. Ну, есть ряд критериев. Если, скажем так, будет у вас желание, я вам расскажу обязательно подробнее про эти критерии. Первичный скрининг. Нам нужно за как можно более короткое время сказать проекту нет. Потому что поток сделок большой. И мы просто не справляемся. Условно говоря, в день может приходить по 20-30 проектов. Чтобы в каждый из них вникнуть, это большая работа. Большая работа аналитиков. И нас как партнеров, и наших подчиненных аналитиков этого фонда. Наши задачи мы всегда им ставим. Как можно быстрее сказать нет. И обосновать. Нет. Потому что, условно говоря, объем инвестиций минимальный. Миллион долларов. Без миллиона долларов не полетит проект. Все. Значит, это уже не наше. Или, условно говоря, солнечная энергетика. До свидания. Сразу. Вот. По итогам первичного скрининга мы, безусловно, организуем некую инвестиционную сессию. И говорим. Да, этот проект проходит. Отправляем его на due diligence. Ну, тщательная проверка по-русски. Если говорить. Тщательная проверка – это достаточно серьезная штука, которая и с одной стороны занимает больше времени, и с другой стороны стоит денег нам. Потому что мы и сами очень глубоко погружаемся в тему, копаем по своим компетентам, по своим связям. Плюс мы привлекаем для анализа технологий экспертов из смежных, ну, из этой же области, просто там, из других команд R&D. Мы привлекаем, ну, всякие обычные процедуры, там, проверка команды, там, security check, например, там, не было ли, там, уголовных дел, там, не заводилось, нет, там, задолженность по налогам. Ну, какие-то такие вот вещи, как бы репутационные, репутационные. Мы смотрим на состав команды. Наша стадия инвестиций предусматривает, что команда может быть неполной, в принципе. То есть мы, как инвесторы, можем взять на себя обязанность докомплектовать команду, чтобы проект полетел быстро и правильно. Потому что у нас в российской науке чаще всего есть классная команда ученых, и абсолютно нету бизнес-составляющей команды. То есть это вот проект, который встречается, там, в более чем 50% случаев. Поэтому здесь наша задача и такая, и чаровская. То есть мы должны общаться с предпринимательским сообществом и помогать, с одной стороны, проекту искать лидера, бизнес-лидера. А с другой стороны, этим предпринимателям, которым интересно заниматься в наукоемкой сфере бизнеса, мы помогаем искать проект. Потому что у этого предпринимателя зачастую есть в проекте доля, он сильно замотивирован как собственник, и на этом фоне он может очень сильно компанию вывести из мелких неизвестных на высокий уровень известности, доходов и всего остального. И уже на данном этапе мы примерно понимаем, а кто может проинвестировать проект дальше. Почему мы это делаем? Потому что наших денег, вот наших денег, поселевного фонда, чаще всего, в 99% случаев не хватит, чтобы вывести проект в зону прибыльности. Там минимум нужно будет, если этот проект сопряжен с производством, минимум нужны будут инвеститы, чтобы сделать пилотное производство, чтобы запустить продажи потом. Поэтому мы всегда, мы инвесторы первого раунда, мы всегда оцениваем проект. У нас есть большая сеть инвесторов следующего раунда, мы их знаем, они были в прошлом слайде. Есть там целая сеть американских фондов, с которыми работает Colbert, с которым он может рассказать и продать им проект. Как происходит инвестиция? Например, мы заходим на первом раунде и инвестируем 500 тысяч долларов. На следующем раунде, через год, например, заходит фонд более крупный, он инвестирует миллион долларов, например. Да, наша доля размывается и доля всех основателей тоже размывается. Если у нас было 30%, в проекте у нас будет 15%. Но в денежном выражении стоимость этой доли, она, безусловно, у нас вырастет. Потому что наша задача, чтобы она выросла, потому что мы должны привлечь в эту компанию деньги по оценке, которая выгодна нам и, как следствие, выгодна основательным проектам. То есть стоимость их компании, их доли, она тоже вырастет. Есть специальные методы расчета, сколько стоит доля, до инвестиций, после. Мы не будем сейчас погружаться в это. Соответственно, если мы прошли due diligence, то мы выносим инвестиционный комитет. В инвесткомитете сидят партнеры фонда и, может быть, представители самых крупных инвесторов фонда. Кто дал больше всего денег. Потому что они очень волнуются за свои деньги. У них зачастую есть право вето. Он может наложить на проект, который все прошел, он может наложить вето и сказать нет. Вот в этот проект мы инвестировать не будем. Мы, как управляющие, не заинтересованы в такой форме управления инвесткомитетом. Но иногда инвесторы имеют больше влияния и пробивают эту возможность. После того, как инвесткомитет одобрил проект, то мы закрываем сделку. Это идет достаточно длительная процедура структурирования. В принципе, процедура структурирования сделки начинается еще вот здесь, еще даже на первичном скрининге и продолжается на этапе due diligence. Потому что мы начинаем уже проговаривать с основательными компаниями, по какой оценке мы заходим, как мы будем участвовать в управлении компании. И куча разных деталей. Кто назначает руководство, кто в совете директоров сидит, какие пропорции и прочее. Иногда сделка срывается на этапе структурирования. Потому что люди говорят, нет, мы вас в управлении отказываемся пускать. Таким мы говорим обычно, до свидания сразу. Это так бывает. После закрытия сделки начинается вроде как на слайде самый короткий этап, а по факту самый длинный этап. Это этап управления портфельной компанией. Когда и основатели компании, и управленцы этой компанией, и мы как инвесторы начинаем всеми возможными правильными способами помогать компанию развивать, увеличивать ее капитализацию, идти к следующей стадии жизненного цикла этой компании, производить продукт и все, что связано. Все ради того, чтобы продать эту компанию инвесторам в следующей стадии. Либо стратегическим инвесторам, либо кому угодно. Это примерный образец, как вообще может быть структурирована сделка, как идет процесс инвестиций в одну компанию. На первой стрелочке мы смотрим технологию. Компания представляет собой набор ученых в команду, которые что-то изобрели. Еще нет даже прототипа. Туда вкладываются некие пресс-сиды инвестиций, могут быть вложены. Пресс-сиды инвестиций в России, если слышали, есть фонд Бортника, например. Может кто-то знает. Они осуществляют эту функцию в принципе. На следующей стадии заходим мы. Это, скажем так, proof of concept. Доказательство реализуемости этой технологии. Мы должны убедиться, что технология заработает. Технология будет масштабируемая. Технология будет, условно говоря, работать при отрицательных температурах. И все, что угодно, все, что связано с тем, чтобы мы поняли, можно вырастить компанию из этого или нет, или надо закрывать. Мы здесь выступаем основным инвестором, главным. И мы ведем эту компанию дальше. Мы должны привести эту компанию к следующему раунду, чтобы привлечь следующих инвесторов. Мы можем инвестировать и на следующем раунде тоже. Это называется follow-up инвестиции. Следующие инвестиции. Но мы это делаем не всегда. Иногда это вынужденная мера, чтобы не потерять стоимость. Потому что компания нуждается в следующих деньгах, деньги заканчиваются. Инвесторы следующего раунда имеют большую власть, условно говоря, нас, скажем так, на жаргоном сленге, на нашем сленге, поражать инвестора первой стадии. По оценке именно. Он покупает за миллион долларов не 20%, а 80%, например. Это называется прожать. Потому что у нас там нет выхода. И чтобы этого не произошло, мы инвестируем вместе с ним, показывая, что у нас в принципе есть деньги еще проинвестировать, но мы заинтересованы в диверсификации наших рисков, в вас как умном инвесторе, который поможет нам эту компанию развивать и бла-бла-бла. Соответственно, когда компания выходит… Это условно, конечно, здесь, но можно для примера подойдет. Когда компания выходит в зону прибыли, в зону самоокупаемости, то здесь уже можно привлекать неких стратегических инвесторов, которые просто уже продукт готов, уже все есть. Он может просто выкупить эту компанию, чтобы, например, снизить издержки по своему производственному процессу, например. У него может быть куча причин, почему эту компанию надо купить. Либо это какой-то страшный гадский конкурент, который им рушит всю бизнес-модель, например. Так тоже покупают, чтобы просто эти риски снять. И есть еще следующая стадия – это IPO, выход на биржу. Слияние в России… Для России пока это рано. То есть вывести компанию со стартапа до IPO – это сейчас достаточно сложно. Особенно в России сделать. Это сопряжено с определенными большими барьерами. Поэтому в основном все выходы фонов – либо инвесторам следующего раунда, либо стратегическим инвесторам. Вот я вам хочу рассказать про нашу самую успешную сделку. Это компания RRT. Она сделана как раз совместно с Владом Свибловым. Это питерские разработчики из SPBGTI. Они придумали и реализовали новый процесс переработки нефти в бензин со стандарта Евро-5. Им удалось это сделать очень эффективно. Это позволяет нефтеперерабатывающим заводам в 4 раза снизить стоимость создания ключевой части этого нефтеперерабатывающего завода. И, с другой стороны, раз в 10 снизить операционные расходы. Все, что сопряжено с этой компанией. Их продукт – это некий процесс. Это некая технология, описанная технология в документах, как создать колонну очистки нефти. Сложная технология, сложный процесс. Мы очень долго разбирались во всем этом. И, собственно, оказалось, что совсем не зря. Мы на первом этапе вложили в них всего лишь 1100 долларов. Собственно, они прошли у нас инвестком, все стадии нашего инвестпроцесса. Мы в них вложились. Они за эти 100 тысяч долларов сделали небольшую установку, на основе которой доказали, что да, все работает. Потом мы в них на следующем раунде вложили еще 300 тысяч долларов и занялись развитием этой компании. Что получилось в итоге? На следующем раунде мы смогли поднять денег от известного фонда Bright Capital. Это фонд Михаила Абызова. Мы смогли поднять денег от Сколкова. Мы на этом втором раунде сделали частичный выход. То есть мы окупили все вложенные нами деньги в несколько раз и еще остались с большим пакетом долей в этой компании. В 2012 году они сделали первую продажу на 3 миллиона долларов. В прошлом году они сделали продажу на 6 миллионов долларов. На сегодняшний день стоимость компании реально без преувеличения выросла минимум в 180 раз. То есть сегодня обсуждается уже с инвесторами следующей стадии оценки, которые не ниже, чем в 180 раз. Больше того, как мы заходили. На основе этой инвестиции мы поверили в то, что это в России может быть, то, что это работает и то, что есть еще такие замечательные, потрясающие разработчики, с которыми можно сделать такой интересный, прибыльный бизнес. Соответственно, в принципе, от фонда есть много разных хороших эффектов и для предпринимателей. То есть появляются новые компании, можно становиться во главе компании, можно ими руководить, можно, условно говоря, выходить на разные рынки. То есть сделать карьеру не наемного работника, а собственником. Для государства это, безусловно, интересно, потому что на эту стадию инвестиций приходят частные деньги. Частные деньги самые эффективные. Это уже все поняли. Частные компании ведут себя в больший процент случаев эффективнее государственные. Мы, условно говоря, прогонсируем 15 новых компаний, создадим там рабочие места и все, что с этим связано. Причем эти рабочие места будут не, скажем так, в ресурсодобывающей сфере, а в наукоемкой сфере. Потому что, если вы видели, за последнее время цена на нефть находится уже где-то там на потолке сегодня. Да, она росла, 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 а с другой стороны, валы, внутренний продукт России, он перестал существенно расти. Это говорит о том, что мы пришли к некому пику развития за счет ресурсов сегодня. И сегодня у России нет другого выхода, как начинать инвестировать и создавать высокотехнологичные производства, продукты. Потому что ресурс роста за счет нефти, газа и прочих природных ресурсов исчерпан. Это уже можно констатировать, это факт. Для венчурной индустрии наш фонд тоже, в принципе, очень интересен, потому что, скажем так, у нас международная команда. То есть мы являемся поставщиком проектов для фондов в следующей стадии, которые очень нуждаются в проектах. Поверьте, я много с кем общаюсь, много кого знаю. В России общая такая в венчурной индустрии проблема, а где проекты? Нет качественных проектов. Мы пытаемся организовать поток качественных проектов инвесторам в следующей стадии, которые в этом нуждаются. Что касается политической конъюнктуры, то вообще в России сейчас создаются условия для всей этой деятельности, для всей этой инновационной деятельности. Программа принята очень интересная, которая показывает, каким должен быть объем госзаказа в плане повышения покупок инновационной продукции. Это стимулирует, безусловно, все наши действия и инвестиционные, и производственные, и прочие. Мы претендуем на рост нашего места в глобальном индексе. Инсеат, собственно, это все говорит о том, что некуда больше расти, надо заниматься инвестициями в наукоемкие сферы. Я, в частности, являюсь членом общественного совета по развитию конкуренции в Москве и занимаюсь развитием стимулирования спроса за счет московского госзаказа на инновационную продукцию. Потому что, на наш взгляд, как это было в Китае, в Штатах, в других очень развитых государствах, за счет госзаказа эти страны подняли свою промышленность, особенно технологическую промышленность, на небывалую высоту. Потому что для русских компаний госзаказ – это первый рынок. Если постимулировать компанию госзаказом, то дальше она найдет деньги создать свое производство и найдет способ, как выйти на зарубежные рынки. Если в России нет способов роста этой компании, то это очень сложно сделать. Поверьте мне, РРТ – это хороший пример, но в большей части компаний реально в России сделать первый рынок, первые продажи крайне сложно. Вы это видели на примере первых компаний, про которых я говорил. Далее. Сегодня, опять же, есть одна хорошая законодательная новость. Поменялся закон о госзакупках. Был 94-й закон о госзакупках, сейчас он поменялся на 44-й. В 44-м законе есть ряд интересных новелл. Новелла, главное для инновационной компании, это то, что можно заключать контракты жизненного цикла. Например, я на своем примере показал. Наши топливные элементы могут использоваться как источник бесперебойного энергоснабжения. Бесперебойное энергоснабжение нужно везде, в больницах, в телекоммуникации, в очень много сфер, где это нужно. Соответственно, есть конкуренция. Либо это на текущих литий-ионных батареях делается, либо на топливных элементах. Да, топливные элементы стоят дороже. Но за счет того, что срок службы топливного элемента или установки на топливном элементе 10 лет, а литий-ионную батарею нужно через 4 года менять, она уже не работает. То, во-первых, за счет того, что более длительный срок и за счет того, что более низкие операционные затраты на это все, то есть, условно говоря, она очень автономная условка на топливных элементах, то удается, вот вы видите красную пунктирную линию, удается к 8 году получить экономический эффект, даже с учетом инфляции. И вот по этим контрактам, если заключать контракт жизненного цикла, то можно выиграть за счет экономии на этом самом жизненном цикле в горизонте времени определенном. Это дает возможность, в отличие от 94-го закона, где конкуренция осуществлялась в основном, там были исключения, но в основном только по цене. То есть, у тебя ниже цена, все, ты выигрываешь. То есть, там, ну, какой-то бесконечный демпинг, прочие вещи, которые, ну, просто не позволяют подобным компаниям выходить на рынок госзаказа. Плюс этот закон, опять же, позволяет собирать технологические цепочки и еще несколько, ну, условно говоря, не было этого понятия в нормативных документах практически. И он ориентирован, там, на планирование закупок инноваций в регионах. Ну, то есть, он как бы способствует вообще, чтобы эта система заработала вся. Ну, это вкратце слайд, как это сделано в Москве. То есть, вот, с нижнего прямоугольничка, это там, вот, точка входа, где инновационные компании могут, ну, некая точка подачи заявок на включение этой продукции в реестр. В Москве есть реестр инновационной продукции, он называется реестр приоритетных продуктов и технологий. Чтобы попасть в реестр, нужно пройти экспертизу. Когда ты попал в реестр, то на основе твоей продукции будут делаться планы графики закупок органов исполнительной власти. Вот. Сейчас этот процесс стимулирования заказа через инновации все еще формулируется. То есть, все еще мы боремся, чтобы не просто это были планы по закупке, а чтобы это были реальные закупки. Там, Собянин установил в 2019 году квоту в 5% на инновационную продукцию в объеме госзаказа. 5%, ну, смотрите, если общий госзаказ по прошлому году это свыше 700 миллиардов рублей чистой закупки, то 5% это не такая уж маленькая цифра. Для любой инновационной компании войти в эти 5% это серьезный рывок. Серьезный рывок и увеличение ее стоимости. Это то, что я планирую куда двигаться в этой работе по стимулированию не просто закупки инновационной продукции, а по стимулированию всего цикла коммерциализации какой-то технологии, доведения технологии от лаборатории до рынка. Это называется процесс коммерциализации. Вот весь процесс коммерциализации, на мой взгляд, очень хорошо можно уложить в, ну, как бы привязать его к госзакупкам. Вот этот, вы видите, градусник такой прекрасный. Вот внизу градусника он называется TRL, Technology Readiness Level. Его придумали в Штатах, в НАСА в свое время, когда запускали космические программы. Он показывает уровень зрелости технологий. То есть, условно говоря, до третьего уровня это лаборатория, это проверки какие-нибудь, первичные моделирования на компьютере и прочие вещи. Уровень от третьего до седьмого это такой, скажем, мир следующей стадии, когда появился какой-то образец, и нужно этот образец, условно говоря, улучшить, довести его показатели до искомых, доказать, что возможно масштабирование продукта и прочие вещи. От седьмого, ну, условно, от шестого до девятого это такой, как бы, скажем, ОКР плюс испытания. ОКР это опытно-конструкторские разработки, это работают инженеры, это уже ученые передают свои наработки инженерам, и инженеры докручивают, как эту технологию правильно встроить в корпус, какие платы, как разместить, как там сделать блок управления, электрика и прочие такие вещи. И там испытания, это там у нас есть целый цикл испытаний лабораторных испытаний, испытания там уличные, испытания в городских условиях. После того, как продукт прошел испытания в городских условиях, вот тогда его может купить госзаказчик. Например, какой-нибудь там департамент по предпринимательству города Москвы, например, или там здравоохранение, если это какое-то лекарство. Ну, для лекарств там немножко другая, немножко другой процесс, но неважно. Вот, в общем, моя идея такая, чтобы, условно говоря, сделать стимуляцию инвестиций и развития технологий через госзаказ. Ну, предположим, там, скажем так, на примере того же резервного источника питания. Мы согласуем с кем-нибудь там департаментом энергетики. У нас есть проблема, источники питания мало работают. Есть некоторые проблемы. Мы бы хотели, чтобы вы нам придумали, поставляли, предложили какую-то новую технологию, новый продукт с улучшными свойствами. Мы говорим, некая там группа или внутри Москвы, я не знаю, как это будет. Мы говорим, да, мы сейчас соберем заявки с изобретателей, с компанией, там, кто угодно, кто вообще этим занимается. Там, сколько обратимся в инвестфонды, где эти проекты есть. Собираем ряд проектов, делаем некий отсев. А вот эти там, эти пять проектов, они претендуют на то, чтобы попасть в госзаказ. Мы проводим экспертизу, мы все это делаем. Значит, они претендуют, они имеют шанс, потому-то, потому-то, потому-то. Дальше эти пять компаний мы ведем по циклу, им нужно завершить некор. Мы там привлекаем всякие грантовые, деньги, субсидии, частных инвесторов. Все для того, чтобы эти компании дошли до стадии городских испытаний, чтобы продукт испытали. После этого, можно сказать, там, вот два из пяти продуктов подходят, и они претендуют на госзаказ. Все, да. А дальше уже заказчик, условно говоря, по конкурсной процедуре определяет. Организует конкурсную процедуру, блядет, вот, там, один дешевле другого, там, например, по жизненному циклу. И происходит закупка. Второй в резерве. А второй, например, для, там, других применений. Для других применений он, там, более экономически целесообразен. И происходит закупка. Вот я, например, вижу, что если такую историю в Москве сделать, то это даст какой-то гигантский импульс развитию и вузовской науки, и академической науки прикладной. В том числе появится много венчурных инвесторов, появится много компаний, которые смогут, там, пойдут, там, не государственные деньги в эти, там, бизнес-инкубаторы и технопарки, а пойдут туда частные инвестиции, потому что это будет выгодно, будет выгодно помогать компаниям развиваться. Компании смогут за это платить, у компании будут деньги, ну, и прочее, прочее, прочее. То есть, эта программа, она может замкнуть цикл коммерциализации с помощью госзакупок и дать какой-то, ну, там, неимоверный рост индустрии. Потому что сегодня, я вам так откровенно скажу, индустрия находится, там, в стагнирующем состоянии. То есть, с одной стороны, там есть инвесторы, но, с другой стороны, компаний мало, инвесторы все эти, либо государственные, это очень долго, либо, там, частных нет, там, ну, и тому подобное. Коллеги, которые, там, занимаются инновациями, они подтвердят, что очень, очень тяжело, очень сейчас тяжело работать. Вот. Ну, собственно, я вам этот слайд, я вам уже рассказал. Ну, почему, собственно, стоит заниматься инновациями, даже несмотря на то, что это тяжело? Ну, во-первых, могу так сказать, это достаточно интересная сфера, и в ней можно стать, с одной стороны, хорошим работником и заниматься тем, что тебе нравится, в той технологической сфере, где ты, ну, где ты чувствуешь интерес. С другой стороны, можно стать собственником и заниматься своим собственным бизнесом, чего, ну, наверное, там, некоторые из вас хотят. С другой стороны, в России есть технологии, действительно, очень сильные технологии, там, да, там, они, может быть, десятилетней давности, но от этого их ценность не всегда падает. Там есть просто технологические сектора, где очень сложно сделать что-то действительно новое, и там нужно, там, командам, там, десятилетия, чтобы, вот, там, лекарство от рака, сколько оно делается уже? Это уже, там, десятилетия оно делается, и еще будет столько же делаться, например. Поэтому здесь могут быть в России интересные технологии, но они просто не доведены до продукта, потому что нету всей вот индустрии, она в совокупности почти, ну, можно сказать, не создана. Нету ни инвесторов, ни управленцев, она где-то лежит в лаборатории, кто-то о ней знает, но она, с ней ничего не происходит. Опять же, есть, соответственно, если есть технологии, есть сильные разработчики. Да, они чаще всего не молодые, но появляются много и молодых сейчас. С ними работать чуть легче, потому что, ну, как бы, все-таки возрастной гэп, это важно. Эти же технологии, поскольку их никто не берет, никто ими не занимается, они достаточно дешевые. То есть, можно, с одной стороны, нам, как инвесторам, это выгодно, потому что мы можем относительно задешево приинвестировать. То есть, получить большую долю за, там, условно говоря, если бы это было в Штатах, то мы получили там в три раза меньшую долю, например. Потому что там рынок растет, конкуренция среди инвесторов большая, и они даже за проект хороший конкурируют. У нас такого вообще практически нет. За проект редко конкурируют. Поэтому здесь наше заведение, главное, хорошо отобрать проект. Значит, в принципе, хоть я и сказал, что на ранней стадии есть проблемы с инвестициями, но если вы смогли решить эти проблемы, то дальше все проще. В России действительно очень много денег. Очень много денег, которые люди ищут, куда им деньги эти пристроить. Там, строятся эти многоэтажные комплексы, там, строятся коттеджные поселки. То есть, по всему видно, что, ну, очень много людей денег. Много состоятельных, там, в Москве, там, 100 тысяч долларов миллионеров. Ну, чтобы вы просто понимали. То есть, эти люди, в принципе, если им правильно объяснить, правильно рассказать, они могут в такие проекты вкладываться. Это нормально. И во всем мире так и происходит, собственно. Плюс, чем хороши инновации. То есть, на рынок каждой инновационной технологии, если она так, ну, сильная, там, технология, на нее очень сложно выйти конкурентом. Потому что, ну, это, во-первых, длительность цикла разработки, нужно найти команду. То есть, это не сигареты продавать в палатке, понимаете. Сигареты ты купил, поставил палатку, и рядом еще пять поставили в тот же день, например. Все, то есть, условно говоря, барьеры входа на рынок крайне низкие. Но и твоя потенциальная скорость вылета с этого рынка, она такая же высокая. Поставили пять палаток, все, ты можешь уже закрываться. Потому что уже, как бы, условно говоря, тот спрос в этой точке на сигареты будет поделен там на пять, по сути. И это уже тебе не позволит окупаться в твоей палатке. Вот здесь такого нет, конечно. И с учетом того, что я надеюсь, что мы все-таки докрутим систему стимулирования коммерциализации в России с помощью государственных денег, вот, то это даст вообще серьезнейший импульс вообще всей этой индустрии, и, собственно, все будет хорошо. Вот, ну вот, на этом я свою часть, так скажем, питчерскую часть лекции завершаю. Дам сейчас возможность всем вам задать какие-то вопросы. Вот у Петя, наверное, есть вопросы там. Как уж вводится. Да, Нанил, спасибо. Вот. В самом деле, да, я... Меня вопрос подняли, и нужно, наверное, какие-то вопросы. А вопрос про компанию РУДЭКО. Полно написано, что в втором году компания посадился, видевшись в институте, а собственно, может было обеспечено, получается, я бы сказал, что его платный еще и в отношении компании технологии был наверняка не поважен. Да, смотрите, значит, очень хороший вопрос, просто у меня там... По этой компании можно очень долго рассказывать, не успел я упомянуть про Дага Харреса. Дага Харреса удалось привлечь с помощью нашей команды. То есть у нас в команде фонда был человек, который был с ним знаком, они вместе проходили MBA в Штатах. И, собственно, это вот как раз-таки одно из достижений фонда, когда нам удалось привлечь в команду такого статусного человека, который открывает нам американский рынок. Он, опять же, делает в Америке пиар этому проекту, делает там всякие интервью, дает новые знакомства. То есть это работа фонда. Вот как раз это яркий пример, зачем нужен компаний фонд. Только кроме денег, я имею в виду. Денег, ну понятно. Представляете, коллеги, какой у вас факультет, хотя бы, как вас зовут? Ну вот лабораторный образ будет достаточно, скорее всего. Ну да, мы же понимаем, что с экономикой и с маркетингом в лаборатории могут быть некоторые проблемы. Потому что, ну, зачастую научное сообщество, оно с рынками реально мало связано. Не всегда хорошо понимает, как работает рынок. Поэтому, да, конечно, это наша задача. Если вы избираетесь в этом, то, конечно, это большое превоскомание. Это супер. Но если нет, то ничего страшного. То есть, ну вот, наша задача в ходе тщательной проверки, как раз, покопать рынок, пообщаться в этом рынке, попробовать продать ваш несуществующий продукт. И есть такая методика, вот, мы применяли ее методик фантомных продаж. Когда продукта еще нет, но мы его как... Но мы делаем такой вид, как будто он есть. Ну и там делаем бренд, там, упаковку можем сделать, ну, какие-то фотографии, брошюры. И пытаемся кому-нибудь его продать. Ну, профиль покупателя. Если продается, ну, это хороший план. То есть, слушай, ну, при этом... Ну, а тут репутационных потерь, на самом деле, немного. То есть, мы сюда можем, там, сказать, что у нас есть, там, сейчас этот продукт, но он у нас в одном экземпляре. Ну, это решается, поверьте, это не проблема. Если ему понравился продукт, то он подождет. Он подождет, пока мы его докрутим. Биотехнологии? Ну, биотехнологии такая широкая сфера, может быть, как-то как конкретизируете? Какой сектор биотехнологии имеется в виду? Ну, вот, вы сказали, что вы вообще не хотите... Нет, это было про биотопливо. Например, вот всякие там... вещи, связанные, там, с водородной энергетикой, нам интересно. Ну, да, но это все-таки, все-таки входит в... Тут, как бы, такое условное понятие, что куда входит, это биоэкономика. Что должно измениться? Ну, скажем так, если мы говорим про рынок, так называемых, клим-тек, то есть, это технологии, там, альтернативной энергетики, например, то я могу сказать, что должно измениться. Это, например, вот, я сотрудничаю сейчас с компанией, с электросетевой компанией, крупной, у которой доля в Москве по сетям, там, пять процентов. Ну, плюс, там, миллиардный оборот. Мы пытались очень сильно, там, подвинуть проект топливные элементы. Отдвинуть вот эти вот... Мы делаем маленькие топливные элементы, там, условно говоря, там, до 10 киловатт. Мы хотели устанавливать большие топливные элементы, электростанции на топливных элементах. Там, сто и, там, до трех мегаватт. Чтобы, вот, можно было поставить одну вот здесь у вас, около этого корпуса. Ну, мы бы, вот, все там эти три корпуса вокруг обеспечил беспрерывную электроэнергию. Бесшумно, экологически чисто, ну, все прочие преимущества. Плюс это независимый источник энергии, да. Вот, здесь, с одной стороны, что должно произойти здесь? К сожалению, мы столкнулись с тем, что сегодня в эксплуатации эти условия очень дорогие. И мы, наша экономическая модель пока не составится. Может быть, там, через пару лет цены упадут, мировые. И мы сможем такие электростанции покупать. А потом уже, когда мы их покупили, можно потихонечку, там, заниматься импортозамещением. То есть, основные ключевые технологические компоненты переводить на российскую основу, делать здесь производство их, и потихонечку, как бы, создавать по образу и подобию такой же электростанции, только на российских технологиях. Это одна из моделей, кстати. Вот, как можно еще заниматься инновациями. Ну, для нас главным еще барьером оказалось, что, там, государство не покупает избыточную энергию, или покупает ее по таким ценам, дешевым. Например, ну, чтобы вы понимали. Петя, рисовать негде, да? Я просил, где можно рисовать. А, вот, а мел есть? Нет. В общем, ничего, ничего нет. Ладно, я вам так расскажу. В общем, любое здание, например, там, офисное здание, оно потребляет как? Оно потребляет, у него днем есть пик, все приходят на работу к 9 утра. Энергопотребление выросло. Уходят в 6 вечера с работы, энергопотребление упало. То есть, есть такой некий пик. Но ночью энергопотребление низкое. Там кондиционер работает, еще что-нибудь. Ну, какие-нибудь пару компьютеров там включили. Поэтому электростанция, она, вовладь такой технологической особенностью, она дает постоянное, постоянное напряжение. Постоянное токное. И мы не можем ее, там, условно говоря, днем давать 200 киловатт, потом вечером давать 20 киловатт. Мы можем, она может поставить на нее подавать. Но это практически любая электростанция сегодня существующая. И на газовом топливе, и на любом турбине. Выход какой? Чтобы государство способствовало развитию, например, вот этой биотехнологии, оно, условно говоря, организовало некий так называемый зеленый тариф. В Украине, кстати, есть зеленый тариф, достаточно высокий. Это в соответствии с государственным законом. Государство обязует, разумеется, там, сетевые компании покупать у таких вот маленьких, или немаленьких производителей альтернативной энергии, там, ветряная энергетика, солнечная энергетика, водородная энергетика, неважно, покупать у них электроэнергию по ценам не ниже, по крайней мере, того тарифа, который сейчас есть на электроэнергию. А у нас сегодня, там, только в паре областей этот зеленый тариф введен, там, если мы сегодня платим все примерно, там, по 4 рубля за киловатт-час примерно, то зеленый тариф сегодня составляет, там, в той же Белгородской области, что-то 20 копеек, что-то за киловатт-час. То есть продавать им вообще не выгодно, понимаете? То есть о какой стимуляции вообще идет речь солнечной или ветряной энергетики? Ее нет. Или биоэнергетики. Вот, например, там, можно собирать, там, биометан и перерабатывать его. Вот одна из технологий, Клинтек, как раз, можно перерабатывать его электроэнергией. Тоже невыгодно заниматься. Такой капиталоемкий процесс, он должен окупаться. А сейчас мы посчитали, у нас окупаемость 20 лет. Ну, 20 лет нас не устраивает. То есть мы не готовы. Мы можем привлечь деньги на 10-летний срок. И то нам бы хорошо, чтобы за 5 лет хотя бы окупилось. Ну, вот такой ответ на примере. В положении, можно привести еще вопрос. У нас где-то через месяц предоступает недвижение о голову, в котором она очень четко стремится. Если вы рассказываете, вы не знаете, какие различные виды, и тогда нам подойдет, вы сможете узнать, что лист. следующий слайд как бы и если кто-то вообще заинтересован в работе в той или иной инновационной сфере там либо стимулированы через госзаказ либо стартапа хлеба в фонде то решите пожалуйста свои хотелки мне на электронную почту с резюме желательно ну да чтобы там мне интересно тот если места то что в принципе мы там в тот же фонд мы ищем людей реально ищем людей компетенции на самом деле на найти на рынке компетент людей по оценке технологических компаний очень сложно все практически общение заново учимся просто выучили тяжелый труд от у меня например я буду читать лекцию высшей школе экономики в мае целый курс как 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 снижать риски при инвестициях такого рода вот структуру фонда смысле да как-то работает не понял за что платят это я объясню в которую фону значит есть она делится на две части есть так скажем инвесторы они здесь зачастую называются лимитед партнер с лб ограниченные партнеры они вкладывают деньги но они не участвуют активно в управлении только вот может быть в инвестиционном комитете сидят есть управляющая компания это вот наш фонд мы управляем их деньгами ну джейл партнер джеки называется мы несем все риски но джеки зарабатывает у меня способен она не имеет некая менеджмент фи ежеквартальная некая там фи за управление фондом и она получает часть прибыли фонда то есть фонга ли мы попробуем проинвестируйте в компанию продали компанию в сто раз больше от маржи мы получаем там 20 25 процентов прибыли вот так и так живет команда фонда управляющая на такого фонда обычно не превышает это 78 человек максимум потому что объем инвестиций небольшой менеджмент фи небольшой и больше 8 человек содержать сложно ну и в принципе для такого объема инвестиций считается это оптимальным состав но это вот в джеки да и это просто это люди либо компании которые просто перечисляют деньги в этот фонд у нас на самом деле проекты могут приходить во первых под партнер у каждого парка партнера там широчайшая сеть связи и в академических кругах и бизнес кругах могут прийти от партнера но прийти от например у нас есть такой орган с консультационный совет 2 зубор так называемый у нас там видны и ученые видны и бизнесмены по разным основным технологическим направлениям они нас консультируют может прийти проект от них потому что они тоже много кого знают много где были то есть могут принести может проект прийти просто с рынка например просто увидели наши сайты выдели нас на конференции какой-нибудь и пришли может проект прийти и мы нам по американским например компаниям у нас есть доступ ко всяким базам данных сделок так называемых есть есть база данных сделал где можно посмотреть по всем как по всем компаниям кто ищет деньги кто в них уже инвестировал на какой стадии находятся проекты ну какая-то первичная аналитика есть можно скажем так смог можно мне активно работаем со сколку например тоже там есть интересные компании которые зачастую не двигаются по той причине потому что они на к на ранней стадии инвестиционные ресурсы на ранней стадии я уже сказал найти очень сложно в россии а в мире чтобы я скажем так я не знаю ни одного кейса вот в индустриальных технологиях не войти до что не пойти чтобы иностранный фонд на пассивной стадии прогрессирует русскую компанию может быть такой кунти есть один там случай но я честно даже на скидку не вспомню то есть я общался например с одним канадским фондом поверите energy очень известный фонд он сказал ну слушайте вот просто мы на ранней стадии по мандату мы не можем инвестировать в россию потому что мы в россии вообще никогда не инвестировать никуда а б для нас россия как это медведи и водка собственно мы не берем вообще как как работать то есть они эти политические риски ментальные поэтому первые стали первые инвестиции должны быть от русских что они понимают здесь все ситуацию среду так мы и контролировать опять же легче как там уже штатов контролировать черноголовки группа ученых вообще невероятно так что я думаю спасибо за этот план давайте это справедливо а второй вопрос лично сейчас ответили напомню вы инвестируете в коррами российские юриспицы в частности наверное это связано с получением этого на стол и не структурируете ли это сделано в других системах в россии как структурироваться с одной стороны надо потому что здесь есть источники не развивающие финансируем типа грант осколкова там и прочее с другой стороны регистрировать основную интеллектуальную собственность на российскую компанию не очень интересно поскольку российская в области интеллектуальной собственности очень очень слабо мы обычно делаем схему параллельного инвестирования есть две компании одна россия например штата где-нибудь в доловере которые владеют акциями друг другу перекрестное владение основной сентитарной собственности заводим на американскую дочку которая выдает там эксклюзивную лицензию на россию российской дочке вот это допускает исколковые другие фонды и вот это это работает по такому принципу работаем а что касается международной экспертизы ну если мы говорим про технологическую экспертизу во первых у нас партнер сам является экспертом в нескольких технологических областях и в бизнес области другой стороны просто я не включил наш набор консультантов в слайд к сожалению там у нас где-то 10 консультантов 9 из которых это там ведущие международные эксперты и в технологиях там есть половинка в технологиях чуть чуть меньше половинки чуть больше половинки в бизнесе технологическом кто-то сделал какие-то компании крупные где-то работал там то есть в серьезные люди вот и они тоже замотивированы у них там есть некая небольшая доля в прибыли фонда так чтобы мотивация была это обычно там обычная мера для таких серьезных экспертов они тратят не очень много времени своего я не будь у нас там какой-то конференц-кол там раз в неделю с ним например или можно за две недели даже это достаточно потому что мы там мусора не бросаем мы готовим для них уже проанализированную информацию чтобы послужить с ними уже по существу разговариваем по проектам который близких инвестиций сегодня у нас достаточно много информации вы получили тебя бы я хотел спросить Данилу дать какой-то совет человек кто-то все оно так вы в в в и в в в в в как он стал принимать успешно принимать что нужно делать что не нужно делать это сложный вопрос но просто делать конечно никогда 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 не сдаваться вот моя рекомендация поскольку я прошел через жернова куча стартапов инвестфонда государственных там денег то есть все очень сложно это конечно не работа скажем секретарем в компании где понятны должностные инструкции здесь я столкнулся с тем что мне пришлось делать почти все что в этой компании можно делать кроме лабораторных работ лабораторных работ я не занимался хотя принимал участие в испытаниях неоднократно поэтому здесь но здесь очень интересная очень разноплановая в принципе если человек любознательный по своей натуре то работа в стартапе наверное на ранней стадии будет интересно что столько всего можно узнать ну и конечно стойкость характера нужна потому что в принципе так скажем привыкщик стабильности им очень тяжело в стартапе будет и я бы не советовал то есть нужна какая-то такая толерантность к риску что я бы назвал что здесь действительно есть риск и у меня были времена когда у меня там заканчивались деньги там и были некоторые проблемы там и ну собственно вот это все там там семья там ну в общем понимаете что когда нет денег очень тяжело эти ситуации как преодолевать и здесь нужно обладать определенной долей там шустром уметь как-то искать новые источники дохода когда их нет мне не бросать свой стартап и в таком духе поэтому я думаю что как всегда вот у меня с потока вышки 90 это ну почти все пошли в крупные компании работать там буквально несколько человек там я еще парочка как-то работают в собственном бизнесе что-то делать поэтому это совсем совсем не для всех это то есть это не значит что там плохо что это не для вас нормально просто просто не для вас значит ну да я надеюсь что я хотя бы как-то приоткрыл завесу вот что такое ну что давайте. cabeza оплодимы. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...